Привет народ! Посмотрел на ютубе Люди делают свои ножи Самопальные так сказать И довольно неплохо Ими пользуются Вспомнил что у меня тоже где то дома Валяется в рыбацком рюкзаке Самодельный Вот такой ножичек Делал я его лет в 18 То есть это как раз мне Да это как раз 18 лет назад и есть Делал я его Если помните Тогда Рэмбо Первая только где то вышла часть Вот у Сильвестра Сталлоне Был как раз такой типа ножичек По этим мотивам Был и сделан такой тесак Для того чтобы на рыбалке Где то срубить какое то Небольшое дерево Развести костер Наколоть дров Так он В 18 лет уже валяется у меня В рыбацком Рюкзаке С фальш-лезвием таким сделал Вдруг надо будет где то гвоздь перерубить Или что то еще торчащее Такое вот То без проблем от этой части Она так тупо заточена Можно сделать это Через пару лет Он у меня начал Потихоньку ржаветь Потому как сталь какая то Там я не помню Инструменталка Порошковая скорее всего Не нержавейка Начал пятнышками идти Я сполировал это все Делал и сделал такой Нехитрый чехольчик Для него Вручную набрал кожу С чем если я не ошибаюсь Листиков кожи Вот так вот он закрывается Не вытаскивается Не шатается Делал я его когда то Давно После работы Часа два в день занимался Наверное где то После того как пришел с работы Летом оставалось время И часа два в день Где то я его неделю делал Наверное потому что Это большой кусок Просто Лист металла Это все надо было нарисовать Потом это все надо было На обычном наждаке Вывести форму Вот это все хозяйство Потом Сфасовать фаски Вогнутые Просто вручную Это все делалось На обычном наждаке На обычном камне В конце правда Это все полирнул На так называемом Вулканитовом Или резиновый Как в простонародье говорят Камешки на резиновом камне Ну и полирнул Чуть-чуть На круге С постогое Войлочном После чего Влепил сюда Вот такие вот ручки Обычный Эбонит Распилил Распилил обычной Ножовкой По дереву И на две заклепки Не обрабатывал Ничего так В легкую На наждаке Прошелся Лишь бы в руке сидел В руке сидит Он довольно таки Неплохо Заполняет ладошку Удобно хватать И Лупить по дереву Центр тяжести У нас смещен В сторону Клинка Естественно Ручка полегче будет Поэтому Заходит он очень хорошо В дерево Легко Врезается Врезается В дерево То есть Рубишь как топором Как мачете Какой-то То есть Абсолютно Без проблем Так лет 18 Я им уже И пользуюсь Сделан этот ножичек Был Если я не ошибаюсь Конечно То из На Пилораме Старую ножовку Я нашел У него С этой стальки Потому что Обрабатывалась Она очень плохо Очень ужасно И очень медленно Дабы ее не перегреть Два часа в день Я где-то После работы Сидел И занимался Этим ножичком Где-то целую неделю Наверное Но я думаю Что и сейчас Он еще будет резать Сейчас попробуем Да Без проблем Ножичек режет Рубил он И проволоку И гвозди В своей жизни То есть Правда Заминалось Тут уже Несколько раз Вот в этом месте Я уже стачивал Потому как После гвоздей Рубленных Или после проволоки Оставались Вмятины Я их просто Снимал на наждаке Вот нож был Ровный абсолютно Сейчас уже здесь Кусочка видим Вот так вот Не хватает Если вот так вот Посмотреть То уже сточен И он прилично Точился Раз пять Это точно Наверное За восемнадцать лет Потому как Что-то попадало Металлическое С этой стороны Как бы Особо за ним Никто не ухаживает Вот живет Он в этом вот Чехольчике А чехольчик Вместе с ножичком Живет уже В рюкзаке В рыбацком Достается Очень редко По мере надобности Что-то Зарубить Разрубить Что-то Какое-то деревце Может куст Чтобы подойти Ближе к водоему Или разжечь костер Ну вот В принципе Как бы И все Вот такой вот Ножичек Самопальный Так что Если у кого-то Есть фантазия Есть материал Бояться тут нечего Сделать своими руками Можно абсолютно все Что Продается в магазинах То же самое Можно сделать Абсолютно Все своими руками Пускай оно будет Не такое красивое Допустим Этот же чехол Или этот же Но оно удобно В применении Дешево и сердито Так что Глаза боятся Руки делают Так что Так На этом Наверное все Пока-пока